Дыни, арбузы, чиничные булки, щедрый зажиточный рарик, ты на престоле сиди в Петербурге. Приветствую, друзья! В Украине продолжаются боевые действия, и вот на этой карте, которую выложили французы, можно примерно понимать ситуацию на фронте. Сегодня с утра в ВКС России нанесли повторный ракетно-бомбовый удар по стратегическому мосту в районе Затоки, это Одесская область. Еще вчера по этому мосту также прилетела ракета, и вот на этих видео вы можете видеть примерно масштабы ущерба. И, собственно, можно сделать логический вывод, что его можно было относительно быстро восстановить. И после сегодняшнего удара, полагаю, что быстро восстановить этот мост уже не получится. Данный мост является стратегическим, поскольку через него проходит как автомобильная трасса, так и железнодорожная колея. И что вот если вы обратите внимание вот на эту карту, этот мост, по сути, разделяет Одесскую область на две части. Причем самое важное это то, что уничтожение данного моста, по сути, отрезает Украину от Румынии, которая сейчас поставляет боеприпасы, танки, продовольствия, топливо в Украину. И, конечно, эти поставки проходили по железной дороге. С учетом географических особенностей региона, эта дорога, по сути, единственная, по которой из Румынии можно доставить хоть что-то в Украину, не заезжая на территорию Молдовы. Как известно, после Советского Союза в Румынии остались большие склады боеприпасов, техники, вооружений и так далее. И вот по вот этому маршруту эта вся техника доставлялась в Украину. Можно также предположить, что вот на этой части Одесской области, которая, по сути, отсечена теперь от материковой части Украины, будет высажен десант и организован коридор в Молдавию и Приднестровье. Если эта часть Одесской области переходит под контроль Российской Федерации, то тогда, по сути, это будет являться альтернативным коридором для переброски в Приднестровье нужного количества боевых подразделений, чтобы пресечь любые провокации. Ну а провокации там, конечно же, будут, потому что вот даже официальные источники в Украине выкладывают вот такие карты и показывают, что вот Приднестровье, вот 2 километра до склада боеприпасов, на котором находится аж 20 тысяч тонн этих самых боеприпасов. И, конечно же, если это выкладывают на официальных украинских ресурсах, то тогда вот это хранилище боеприпасов, это, по сути, первая цель украинской армии. Если вы обратите внимание вот на эту карту, тут можно увидеть ситуацию в целом по Донбассу, как там происходит продвижение российской армии. Тем не менее, с учетом того, что оборона там достаточно крепко стоит у украинских вооруженных сил, тем не менее, поселок за поселком каждый, по сути, день переходит под контроль армии Российской Федерации. Также по заявлениям украинских источников, российская армия прямо сейчас наступает в район Николаева и в район Кривого Рога. И, как мы видим, в города армии не заходят, а стараются обходить эти города. И, с учетом того, что там, по сути, степная местность расположена, собственно, там российская армия максимально старается, скорее всего, использовать свое высокотехнологическое преимущество над украинской армией и нанести максимальное огневое поражение. С учетом степной местности в Николаевской области, безусловно, это очень сложная территория для вооруженных сил Украины, потому что там в полной мере проявляется превосходство вооруженных сил России в авиации, в артиллерии и так далее. Также интересная информация приходит из Мариуполя. Там продолжается штурм предприятия «Азовсталь». И вот на этой карте вы можете видеть примерные координаты бомбоубежища, где находятся мирные люди. Недавно националисты выложили видео, где показали, что на территории предприятия находятся женщины и дети. И теперь стало примерно понятно, где они находятся, чтобы туда не наносились ракетно-бомбовые удары. Также вот, несмотря на то, что регулярно, практически каждый день организовывается зеленый коридор с предприятия «Азовсталь», чтобы можно было выйти, но тем не менее, до сих пор националисты людей, женщин и детей с территории предприятия не выпускают. Также остается открытым вопрос касательно того, каким образом туда, на территорию предприятия, попали женщины и дети. Потому что это военный объект, по заявлению Белецкого, главы националистов. И, собственно, как вы понимаете, обычных людей на военный объект не пускают. Но, во всяком случае, если вот вы хотите попасть на военный объект и просто приходите на проходной и говорите, можно мне куда-то там пройти, то вас с вероятностью в 200% туда не пустят. Но здесь же ситуация, собственно, диаметрально противоположная. Также со стороны России приходит ряд видео подтверждений того, что очень много трофейного оружия сейчас находится в руках армии Российской Федерации. На этом видео можно увидеть, как и самые современные системы вооружения, которые заграничные страны присылают в Украину, так и, собственно, пулемет Максим и старинные винтовки. Как можно увидеть на видео, передается странами НАТО в Украину очень много. Это и пистолеты, это и рации, это и ПТРК, это и ПЗРК. И, собственно, очень и очень много другого вооружения. Также интереснейшая информация приходит с Украины. Там программа «Схема», это гранатоеды, как известно, выпустили расследование, в котором указали, что, по сути, украинские олигархи, такие как Ахметов, Коломойский, Пинчук, они накопили просто миллионные и миллиардные долги за электроэнергию. Крупные промышленные потребители и поставщики электроэнергии начали быстро накапливать долги сразу после полномасштабного вторжения российских войск. По состоянию на 1 апреля экспортеры электроэнергии задолжали 2,5 миллиарда гривен за услуги по ее передаче. То есть украинские олигархи смекнули, что после начала боевых действий можно не платить за электроэнергию, за ее передачу и так далее. И таким образом просто перестали оплачивать счета. То есть пока обычных украинцев забирают в армию и кидают на линию фронта, украинские олигархи просто получают сверхприбыли с этого всего. И по удивительной случайности на данный момент в украинской армии ну просто не обнаружено в ее рядах ни одного олигарха, ни сына олигарха, вообще никого. Ну а зарабатывают наши украинские олигархи на электроэнергии очень и очень много. Обратите внимание вот на эту новость. Оказывается Коломойский очень активный майнер. И он добывает на своих предприятиях биткоин. И он закупил очень много оборудования для добычи криптовалюты. И на каждом киловатте по сути он нехило зарабатывает. Как вы понимаете на предприятиях олигархов таких как Ахметов, Пинчук, Порошенко и прочих тоже майнят криптовалюту. Потому что там на этих предприятиях очень и очень низкая цена. Там спецтарифы. И они платят гораздо меньше чем гривна 68 за киловатт. Получается парадоксальная ситуация. Украинцам нужно срочно идти на фронт и умирать. И это крутят с утра до вечера по каналам, которые принадлежат олигархам. А в это время олигархи зарабатывают сверхприбыль и даже банально не платят за электроэнергию. И даже сейчас во время конфликта украинцы ничего не могут сделать с подобными жидобандеровцами. Потому что подобных жидобандеровцев активно защищают вот такие украинские националисты. Например, как Дмитрий Ярош. Сторонник и соратник Коломойского. Также никуда не исчез поддельник Коломойского Филатов, который сейчас мэр Днепропетровска. Также никуда не исчез и поддельник Коломойского Корбан. Как известно, в Украине жидобандеровцы между собой часто выясняют отношения. Там Порошенко с Ахметовым, потом Порошенко с Коломойским, Коломойский с Ахметовым и так далее. И вот когда это происходит, мы видим всевозможные судебные процессы. В Украине это шоу давным-давно идет. На этих фото мы можем наблюдать шоу, как поддельника Коломойского Корбана арестовали. И целых там пару месяцев продержали в СИЗО. И когда привозили его в суд, он естественно падал в обморок. Его вывозили на скорой и так далее. И конечно мало кто в Украине сейчас хочет вспоминать о том, что и Ахметов, и Коломойский, и Корбан и так далее, все они причастны к тем событиям, которые были в Украине как в 2014-2015 году, так и сейчас. И это просто, знаете, те люди, которые напрямую влияли на ключевые процессы в стране, которые привели к такой ситуации. И безусловно, конечно же, тут и заграничные партнеры свою роль сыграли, и со стороны Российской Федерации тоже были действия. Но тем не менее, это вот именно те ключевые люди, которые сейчас, собственно, никуда не делись. И, собственно, понятное дело, что именно эти люди напрямую причастны к их событиям в Одессе 2 мая. И, как известно, собственно, из речи Путина, именно про вот этих людей тоже шла речь, когда говорили о деноцификации. Но сейчас украинцы, как мы видим, объединяются вокруг Селенского, Коломойского, Ахметова, Филатова, там Корбана, там Пинчука, Порошенко и так далее. Ну и как показала уже современная украинская история, от этих людей ничего хорошего украинский народ явно не увидит. Также, друзья, обратите внимание вот на эту новость. Оказывается, министр Федоров создал целую киберармию, которая насчитывает, по его словам, аж 300 тысяч человек. Я лично скептически отношусь к словам Федорова о том, что эти все 300 тысяч человек занимаются там ДДОС-атаками и так далее, потому что это сильно сложно для людей, которые кроме жалоб на там Телеграм или на Ютуб, больше ничего в своей жизни не писали. Поэтому, скорее всего, реальными ДДОС-атаками занимаются западные специалисты. А вот жалобами на Ютуб-каналы, на неугодные видео, на неугодных лидеров мнений, вот тут как раз вот у них все нормально, потому что на каждое мое видео приходит по десятки тысяч жалоб. С учетом того, что сейчас многие в Украине испытывают к правде личную неприязнь, и, конечно же, вызывает это у них агрессию и ненависть, которая выливается вот в такие десятки тысяч жалоб, я рекомендую вам подписаться на мой Телеграм-канал, потому что там, можно сказать, гораздо больше, чем на Ютубе. Ссылка на мой Телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Также стало известно, что буквально вчера провели большое собрание на американской военной базе, которая расположена в Европе. Как известно, в Европе расположено очень много американских военных баз, и там всех вассалов, собственно, Соединенные Штаты Америки, собрали для того, чтобы обсудить поставки вооружения в Украину. Синхронно с этим событием в Евросоюзе отрапортовали о том, что создали экстренный механизм финансирования всего того, что связано с войной в Украине. Евросоюз предоставил Украине новое экстренное финансирование для того, чтобы у нашей страны появилась возможность получить больше оружия. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии, европейский комиссар по вопросам торговли. И пусть у вас не вызывает удивления тот факт, что Еврокомиссар назвал Украину «наша страна». Как известно, украинские элиты 30-летней зависимости распродавали суверенитеты. Конечно, очень много суверенитета купил Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Поэтому Еврокомиссар имеет полное право так утверждать. Ну а вот тоже интересная новость. Германия, оказывается, очень сильно поможет Украине вывозить зерно. И если вы думаете, что в Украине очень бедное население, и там просто нужно запретить вывоз зерна для того, чтобы цены на муку были нормальные, то вы здесь заблуждаетесь. Потому что Германия очень поможет Украине и сделает все возможное для того, чтобы это зерно вывозить. Вывоз в этом году сельскохозяйственного урожая из Украины планируется с помощью железнодорожного транспорта, дочернего предприятия «Дольче Бан» по грузовым перевозкам ДБ Карго. Таким образом, хотя бы частично можно будет компенсировать невозможность применения морского транспорта. Вы оцените все-таки, какая забота. Оказывается, немецкие железные дороги сделают все для того, чтобы вывести нашу пшеницу к себе. Проблема у них, конечно, заключается основная в том, что украинские железные дороги, там, знаете, ширина колеи просто другая, нежели в европейских. И таким образом, каждый состав нужно переставлять на другие колесные пары. И вот это является главным камнем преткновения и, конечно, съедает массу времени. Именно поэтому мы сейчас видим такие заявления от международных морских перевозчиков, которых раньше нигде не было слышно и вообще не видно. Но, тем не менее, сейчас они объединились именно вот в это время и обратились к НАТО для того, чтобы НАТО сделало все возможное, чтобы разблокировать украинские порты. Также приходит информация, что под Белгородом в селе взорвали склад боеприпасов. Понятное дело, что применили беспилотные летательные аппараты с территории Украины. И на это все Британия заявила, что Украина имеет право поражать ту территорию, на которой идет логистика и на которой принимают решения. И, собственно, здесь, я думаю, что самое важное, чтобы россияне не пришли к такому же выводу и не нанесли ракетно-бомбовые удары по центру принятия решения по ситуации в Украине, например, в Лондоне или в Вашингтоне. Потому что, если даже договорятся воевать без ядерного оружия, то вот в Америке могут быть проблемы. Потому что, оказывается, по версии издания Bloomberg, все-таки в Америке, вот с учетом поставок оружия в Украину, все-таки оружие начинает заканчиваться. И это вызывает тревогу уже в Америке. В Великобритании похожая ситуация, потому что там мы слышим новости касательно того, что Украине передадут ракеты в воздух, земля. Ну, для этого нужны, конечно же, самолеты, чтобы их применять. Причем не только старые советские самолеты, а и современные британские, американские. Но, тем не менее, с учетом того, что эти ракеты, я так полагаю, со складов в Британии нужно хоть как-то кому-то продать или втюхать, то их завезут в Украину, а потом с Украины потребуют что-нибудь взамен. Также война идет на экономическом фронте. И вот Российская Федерация уже, по сути, объявила о том, что ни Болгария, ни Польша газа больше не получат, если они откажутся свои евро менять на рубли. И, собственно, сейчас только Венгрия согласилась оплачивать газ рублями. И сейчас через Болгарию транзитом Венгрия будет получать российский газ. И что-то мне подсказывает, что именно Венгрия дальше будет это поставлять российский газ в Европу. И, конечно же, имея на этом очень и очень серьезный процент. Но в Украине все идет своим чередом, потому что ту взятку, которую изъяли представители антикоррупционного бюро, целый миллион долларов передали на вооруженные силы Украины. Ну и, конечно же, по украинской традиции, самого Злащевского никуда не посадили, ни в какую тюрьму. Не подумайте ничего такого. У него все хорошо, все нормально. Я думаю, что скоро сделаю даже отдельный закон. Там, где все взятки, которые украинские правоохранительные органы будут перехватывать у коррупционеров, коррупционеры будут просто писать заявление о том, что прошу взятку, которую вы у меня забрали, отдать на вооруженные силы Украины. И дело на основании такого заявления буду, скорее всего, закрывать. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка в описании и первым комментариям под видео. До свидания. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой чей, отвечает. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok